Гутен так! Привет всем! Сегодня у меня в гостях один из зрителей моего канала и даже экскурсант. Было. Было дело, да. Был такой грешок у него, зашел как-то. Человек, который на самом деле помогает переводить мне видео. Собственно, это вот его субтитры, все пожелания, проклятия, объятия, поцелуи. Гнилые помидоры, все сюда. Можно ко мне. Объясните мне, как нужно переводить. Я ничего не понимаю. Да, переводить надо хорошо. Вот не так галимо, как ты делаешь, а хорошо. Ну, чем богато? Да. Но сегодня мы будем говорить о немцах. Эта тема очень близка на самом деле, русскому человеку по многим причинам. Во-первых, мы с ними воевали, во-вторых, цари на них женились. В-третьих, мы очень любим на БМВ, Вольксваген, Ауди налепить. Например, вот недавно я видел герб Советского Союза или вот «Спасибо деду за победу». Очень мне нравятся такие. 41-й, 45-й, можем повторить. Да, да, да. Вот на Ауди это особенно очень круто смотрится. Если вы знаете историю этой автомобильной марки и вообще как она эволюционировала, это вообще просто огонь. Значит, ну опять-таки я такой прямо вежливый, корректный и самое главное последовательный. Представься, пожалуйста. Меня зовут Гавриил, я переводчик и некоторым образом коллега Павла, гид по Петербургу, сразу дисклеймер. Мои культурологические познания не столь глубоки, но, честно говоря, нашим иностранным гостям. В общем-то, о победе из Петропавловской крепости не так, чтобы нужно много подробностей. Их скорее интересует, конечно, особенности жизни в России сегодня. Особенно, как ты относишься к Путину. Особенно, как ты относишься к Путину на самом деле. Вот это классика. На самом деле, когда я предлагал Павлу снять этот ролик, я начал свои рассуждения с вопроса, как рассказывать немцам о блокаде. Потому что, как только русский человек узнает, что я экскурсирую некоторым образом американцев и немцев, особенно по Санкт-Петербургу, возникает вопрос рано или поздно, а как ты рассказываешь немцам о блокаде? Они же тут на отпуске, они же все такие отдыхающие, а ты тут им на-на-на. Ну, в общем, к этому вопросу, я думаю, что мы вернемся, хотелось бы вернуться к концу нашего обсуждения. Да что вернуться, да, с него и начнем. Прям сразу, с тяжелой артиллерией. Как-то, кстати, давно хотел спросить, а как ты рассказываешь немцам о блокаде? Ты же водишь немцев. Как ты рассказываешь немцам о блокаде? Ой, тяжко, тяжко, тяжко. Нет, есть у меня очень много коллег, которые не заморачиваются по этой теме, которые говорят немцам достаточно просто. Ну вот, было такое дело, это тяжелая страница нашей истории, истории нашего города, поэтому давайте не будем ее касаться, я не хочу вам портить настроение. И, в общем, уходит закат с этой фразой. Я думаю, что рассказывать немцам о блокаде нужно, тем более, что вот скоро надвигается достаточно тяжелая дата в истории нашего города, начало блокады, который случился в сентябре. Рассказывать нужно, и, как нам говорила наша преподавательница на курсах гидов, рассказывать нужно цифрами, цифрами и фактами. То есть очень многие факты, которые сейчас уже стали явью из некоторой такой мифологизации, их нужно вытаскивать, их нужно представлять, и чем точнее ты это сделаешь, тем больше немец тебе поверит. Потому что, как правило, когда ты начинаешь эту тему, вот едете вы, например, в Петергоф. Большая толпа немцев, снятая с корабля только что. С корабля снимаются люди не только высококлассные, выскоуровневые, высокопалубные, а и те, которые ездят на деньги своих, собственно, детей. Что нужно сказать о немцах? Немцы путешествуют очень много уже на пенсии. То есть после 60-ти старичок немец и его жена-старушка вылезают из кокона и говорят, а давай-ка поедем. А им сын Ханси, соответственно, подкидывается своей зарплаты в несколько тысяч евро, если таковая имеется, денег на круиз. Естественно, все включено и включено и экскурсионное обслуживание в том числе. Ну, это касается не только немцев. Да, да, да. В общем и целом это касается очень большого класса туристов. Они едут, ничего в принципе не зная, ничего не зная о России. И когда они приезжают, для них является очень большим шоком, что вот Петергофский дворец, большой дворец, как они называются официально, там, Нагорные палаты, что они были разрушены, оказывается, почти полностью, когда они видят фотографии, у них у некоторых выступают слезы на глазах, а некоторые смотрят на это с чувством некоторого отчуждения, что ли. Половина автобуса на блокадных историях плачет, половина блокадных историй просто не слушают. Они просто отводят взгляд, смотрят куда-то в закат, в бесконечные русские равнины, вдали, и думают, вот, был бы нам Lebensraum. То есть основной национальной чертой немцев, как туристов, ты не только, наверное, я бы назвал такую подавленную национальную гордость. И в связи с этим рассказывать им о блокаде и вообще о войне достаточно тяжело. Мне кажется, это связано, прежде всего, конечно, применимо к жителям бывшего ФРГ, настоящего в смысле ФРГ, но того, которое тогда было не ГДР, то есть западниками, потому что денацификация, которая велась на территории ГДР, она была массовая, она была очень сильная, и до сих пор самыми, скажем так, денацифицированными, самыми антигитлеровскими регионами в таком истинном плане являются именно ГДРовские регионы. Когда приезжают дедушки-баварцы, такого я о них сказать не могу. Например, сразу историю на ходу расскажу. Дедушка был в группе 29 года рождения. Жили они в отеле на Владимирской, в отеле Достоевский. Каждое утро он выбегал из этого отеля в 6 часов утра до нашей экскурсии, бежал, значит, там по переулку к Фонтанке мимо улицы Рубинштейна, возвращался по Фонтанке до Невского, по Невскому снова до Владимирского и бежал обратно. Бежал, 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 бежал. Да, 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 да. Джоган у них это, да, конечно, это у них очень большой концепт, для них это очень важно, но, естественно, горный воздух позволил ему так хорошо сохраниться. И как-то вот на третий день нашей экскурсии он, уже изрядно выпив в одном из довольно известных ресторанов, где водка подается в нелимитированных количествах, отвел меня в сторону за локоть. После очень долгих, достаточно эрудированных, нужно сказать, бесед, он сказал, «Габриэль, ты знаешь, у вас так много черных!» И дальше рассмеялся своими изумрудными просто глазами мне в лицо, такой улыбкой бесконечной, рассмеялся, расхохотался, «Как много у вас черных, боже мой!» Я смотрю, я не знаю, ну, хоть стой, хоть падай, кого ты называешь черными? В смысле вот наших кастарбайтеров, да? Вот их ты называешь черными. Дело в том, что в Баварии, ты же был, наверное, в Баварии? Конечно, бывал. Ну, просто вот мое ощущение, я там в Берлине бывал, но вот я был в Баварии, и, ну, там реально, вот в городе Фьюссоне, у меня даже был выпуск об этом, там на весь город одна негритянка, три турка. Ну, все. И вот я вот это говорил и тогда тоже, я реально, я на всех этих баварцев, у меня автоматически, знаешь, как в компьютерной игре или в каком-то приложении для Инстаграма, мне сразу на них надевается военная форма. Вот вы. Есть, есть такое. Но тут надо понимать, да, паренек 29-го года рождения. Да. Он играл в своем маленьком баварском дворе с каким-нибудь там деревянным, я не знаю, МП-40 тогда вышел уже, наверное, да, с каким-нибудь деревянным автоматом и делал та-та-та-та-та, представляя себе русские швайны. Ну, конечно, это я немножечко, как это называется, перебарщиваю с этим, но... Не-не-не, мы есть с тобой русские парни, поэтому нам, мы-то можем, чё? У нас тут, слава богу, у нас тут даже за секшуал харассмент еще пока нет, они... Вот, поэтому я спорю... Надо сказать, что ежане, что ежане тоже достаточно в этом плане консервативны, поэтому у русских людей, у немцев складывается при минимальном общении сразу либо один, либо другой абсолютно, как это называется, полярный стереотип. То есть, либо тебе сразу говорят, немцы, они вообще отличные парни, мы с ним вот работали один раз, на двоих 6 литров пива, просто вообще мировой мужик. А есть другие, есть говорят, они вообще все крысы, они вообще все двуличные, они вообще все такие, с ними невозможно, вообще невыносимые. А как бы картина, которая на самом деле между двумя вот этими полюсами, она от людей ускользает, поэтому хотел бы затронуть здесь два момента в нашей беседе обязательно. Во-первых, это как русский человек чувствует себя на чужбине, в частности, в Германии, а во-вторых, как немецкий человек чувствует себя homo germanicus, да, чувствует себя у нас в России. Давай. Во-первых, хочется начать с того, что по Германии я поездил достаточно много, и в общем, в общей сложности, не так много я там пробыл, но это, в общем-то, было мое осознанное решение. В общей сложности, если все мои многочисленные поездки сложить получится где-то полгода, и это вот вся Германия точечно, где-то больше, где-то меньше, в 2008 году моя мама, привет, мам, преподавательница немецкого языка вытащила школьную группу, это было тогда диковинкой, вытащила школьную группу в Берлин, Дрезден, Амстердам, ну и где-то посередине был Париж. Мы тогда посмотрели на все это, я, будучи старшеклассником, увидел сказочную страну, то ли из песни Жанны Агузаровой, то ли из песни Наташи Королевой, в общем, что-то такое мне и представлялось, и сразу вот это вот фантастически чистые переулки, красивые там пряничные домики, не в такой степени в Берлине, но вот в глубинке, когда мимо проезжаешь, там Халя какие-нибудь, вот такие вот городки, пряничные домики, пейзажи, пейзажи такие, прямо как, знаешь, реклама масла, вот, когда едешь, синее-голубое небо, зеленые травы и коровушки, все, ничего вообще, ни фотошопа не надо, ничего не надо, просто вот на телефон можешь сфотографировать, и реально можешь просто вот делать. Альпенгольд майн либа, просто тут полноценный получается такой пейзаж, мечта. И впоследствии я пошел на иньяс, на немецкий язык, мой первый рабочий язык все-таки английский, но я, как это называется, хотел немножко челленджу себе задать, поэтому пошел на немецкий, выучил еще немецкий поверх того. И уже на четвертом курсе мне прилетел от университета первый переводческий заказ, я поехал на месяц в город южнее Франкфурта, который назывался Фрайбург в Бресгал. В Шварцвальде этот регион, такой небольшой, во Фрайбурге абсолютно прекрасно, это земля у нас федеративная, Баден-Вюртенберг, там восхитительно, студенческий городок, 100 тысяч человек, то есть в 50 раз меньше нашего с вами Петербурга прекрасного, и там я чувствовал себя абсолютно чужим. Как ни странно, как бы, ну, я был туда приглашен, я был там нужен, я переводил там для русского гостя, который по медицинским причинам туда поехал, это был 2013 год, и там все фантазии рухнули, рухнули абсолютно все до единой, потому что у меня помимо работы... Да, сейчас пошел заказ Путина. Да, да, да. Давай-ка отрабатывай, давай. Да, денежки уже капают мне на счета. Печеньки вот эти давай, вот эти вот ватные вот эти вот печеньки, давай-ка отрабатывай. После Ильяза я надеялся поступить в магистратуру туда, куда-то в Германию, и вот эти вот сладкие мечты о великолепном европейском будущем, ходить по вечерам в театр, ездить на не иначе, как Порше, конечно же. Смотри-ка, ни слова про пиво. Немецкое пиво, я, честно говоря, не фанат. Есть в Европе вещи, которые стоят гораздо большего внимания. Например, марихуана в Амстердаме. Например, пиво в Бельгии. Я ни того, ни другого не потребляю, потому что мне пофигу. Ну, давай. Стараемся обходиться по минимуму, но не попробовать нельзя. Тем не менее, если что, мы сейчас не пропагандируем никаких веществ, в том числе даже четырехградусных веществ. Нам просто помимо Путина тут еще приплачивают парня за углом, поэтому немножко продвигаем это видео тоже. Именно. Так вот, 2013 год я, помимо работы, которая у меня занимала 4-5 часов в день, я очень много ездил. Кстати, лайфхак для тех, кто поедет в Германию, в любом маленьком городе можно найти велосипед за 10-15 евро. Очень дешево. Можно его купить, выпросить его, выцегонить в каком-нибудь бэушном магазине. Просто сказать, ну, все что угодно, если вы знаете минимально хотя бы английский, вас на английском поймут, если вы не в самой глубинке. Все что угодно. Это может быть раздолбанный ржавый какой-нибудь велосипед, но самое главное, чтобы он был на ходу. И все. Вам больше ничего не надо, потому что с транспортом в Германии швах. Очень сильный швах. Европейцы не делали ставку, как советское руководство на развитие общественного транспорта. В соответствии с этим выходишь на остановку, смотришь, так, у нас до Фрайбурга 3 автобуса в день. Мы жили там совсем в глубинке, вообще в деревне. Там в двух часах ходом, пешком от Фрайбурга. И смотришь, 3 автобуса в день, и он там придет через 4 часа. Поэтому на второй же, на третий же день пребывания там мне пришлось купить велосипед. Я очень много перемещался по этим маленьким городкам, общался с местными. И общение с местными дало мне понять, что жизнь в германской глубинке, в общем-то, как и в столице, весьма не сахар. Для многих наших людей это будет вообще удивительным, потому что мы-то себе представляем, что Германия – это самая сильная сторона Европы, самый сильный напых благорастворения там у нас происходит. — Экономика, все. — Да, да, да. Нет, оно все есть. Оно все есть. Просто нужно уметь видеть и другие стороны. Кроме того, что там экономика, очень многие местные, например, жаловались на то, что происходит монополизация рынка относительно такой продажи Lebensmittel, что называется, продуктов. Продуктов, съестных продуктов. То есть эдако какой-нибудь там… — Ну, сетки крупные. — Да, 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 да. Крупные-крупные сетки у нас начинают вымещать то, что у них называется Tante Amos. Tante Amos – это такие маленькие магазинчики на углу, продукты 24 часа, которые, как правило, держат тетя Эмма. Ну, Эмма или, я не знаю, там какая-нибудь фрау Мюллер, неважно. В общем, вот эти вот маленькие магазинчики, они тогда начинали умирать. И я когда там был, я не заметил, потому что «Да ладно, что умирать-то? Вот я выхожу, вот молочка у меня за углом». Через пять лет я приехал потом в другой маленький город Германии, ни одного такого магазинчика я не нашел там уже. То есть они постепенно-постепенно вымораживаются, постепенно вымирают, а те, которые не вымирают, те турецкие. В этом нет ничего плохого, опять же. Ну, турки там давно… А ты заметил, как там много черных, габриев. Черных, ужасно много черных там. Как там много черных, габриев. Кстати говоря, и это не только мое мнение, точно так же говорят и многие мои коллеги и друзья, которые съездили в Германию, что волна эмиграции, конкретно вот эта вот последняя волна сирийской эмиграции в Европе меньше всего ощущается и меньше всего наносит ущерба облику города историческому именно в Германии. То есть там как-то сумели их синтезировать, как-то сумели их в свое общество… Интегрировать. Интегрировать именно. Потому что очень много социальной рекламы. Например, там какое-нибудь лицо, лицо явно красивые глаза красивой арабской женщины, и там написано что-то вроде «Главное, что под паранжой». То есть «Главное, что в душе». И много такой социальной рекламы. То есть они хорошо это правдивы. А у нас было бы так. «Гюль, читай, открой личико». Видимо. И там такие прекрасные глаза. Да. Видимо, да. На самом деле у них в этом плане хорошо. И когда я последствия… Ну, я могу сказать, что меня вот в Германии вот турки вообще не напрягают абсолютно. Они органичные, да? Они… То есть у меня, ну, поскольку мы тут все очень дико толерантные, да, иногда в кавычках, то есть я там брал, делал опросы в Париже и назвал один раз… Ну, я всегда, я всегда… У меня всегда есть русский и русня, украинцы и хохои. У меня есть как бы прекрасные чернокожие, есть негритосы. Ну, вот я вот так вот живу, да. Я потом этот тезис в одном видео разобью. Я там произнословав слово негритосы, там было такое возмущение. Ну, я-то имел в виду определенную, как бы, простой к негритосов. И я, как бы, тоже вот рассказываю своей преподавательностью на курсах гидов-переводчиков. Она говорит, «А как их еще называть, спасибо!» То есть, как бы, ну вот. Поэтому… Ну, вот турки меня реально напрягают. И вот эти всякие кебабы их и все остальное, это действительно уже стало… Чай! Чай можно только там попить нормальный. Это правда, да. В их шиша-барах, где у них кальян, кальян там исключительно турецкий, опять же, вот. Ну и нужно заметить, что турки уже стали весьма сильно влиять на немецкий язык. То есть, как бы, во-первых, для изучающих немецкий лайфхак. Турецкий для начинающих – это очень известный и один из самых, ну, простых для понимания сериалов на немецком языке. Если ищете, что посмотреть на аутентичном немецком с, скажем так, относительно актуальной повесткой, вот турецкий для начинающих. Вот. Миссит Узил. Появляется очень много новых концептов, связанных вот со смешением Германии и вот этого вот нового наплыва, даже старого, даже наплыва еще в 80-е годы, когда границу туркам открыли, еще вот это. Ну, то есть, извини, немцы, вот именно внутренние немцы, они все-таки, ну, нормально к этому относятся? Или все-таки там вот есть вот эти дедушки? Опять, если смотреть в твоей парадигме, да, если так посмотреть на это все, то вот у нас есть там украинцы-хохлы, есть русские-русня, наверное, можно еще кучу привести таких примеров, там, американцы-пиндосы. Ну, и здесь же есть там, есть немцы, а есть фрицы. Они до сих пор остались. И нужно об этом тоже помнить, что вот я говорил, пол автобуса едет, как бы слезы утирает платочком, а пол автобуса едет, и такой, да-да-да, знаем у вас, что у вас Маннергейм тут всех не порешил, у вас такое пространство, а вы вот так про это. Неудачно используете. В общем, есть такое, есть те, которые на это... Я катался в 2017 году автостопом по Европе. Лайфхак для тех, кто поедет, не ездите. Если есть возможность. Если есть возможность кататься по Европе не автостопом, лучше ее использовать, потому что... Я тоже брал интервью у одного ресторатора, он тоже дал отличный лайфхак. Если вы хотите стать ресторатором, вам отличный совет. Не становитесь ресторатором. Полностью. Полностью поддерживаю. Не ездите на автостоп. Так вот, я прокатился, ну, практически на поперек, через всю Германию, с востока на запад. И, ну, большую часть пути я преодолевал именно на попутках. Так вышло, что я два дня не спал, на подъездах уже к Брюсселю, там, через Аахин, мне нужно было перебраться, перебраться в Брюссель и оттуда уже в Париж. Был такой план. Вот. Я был достаточно грязен, я был достаточно небрит, прям как сейчас. И, в общем, на подъездах меня остановил, к Аахину уже, на подъездах меня остановил немецкий полицейский, сказал, что, а что ты тут делаешь такое, что ты, братан, тут вообще, что тебе тут надо? Где твоя гостиница? Давай-ка, ты мне дашь ее адрес. Я говорю, ну, вы меня простите, мой уважаемый, они называются госпожами. Господами, конечно же. Госпожа, это хорошая говорочка. Госпожа полицейский. Госпожа полицейский. Между прочим, такие сейчас там очень даже в ходу, есть конные госпожи полицейские, очень, очень эффектно смотрятся. Но, тем не менее, да, для тех, кто совсем не знает немецкого, господин называется Хер. Ну, по-русски Хер, да? Вот. Но я говорю, господин мой Хер, пожалуйста, не надо меня останавливать, я тут просто проездом проеду и убегу, смотаюсь. В общем, не буду вам дальше докучать. Он говорит, хорошо, но если еще мои ребята тебя увидят здесь на трассе, все, поедешь с нами в околоток. В итоге мы с ним договорились до этого, и следующая машина, которая меня подбирает, это немецкий адвокат, южанин, который на своем уголковом немецком таком начинает мне объяснять, но это все мусульмане виноваты, и он мне начинает объяснять. Очень консервативный народ эти южане. Ну, я не хочу, опять же, обобщать, я уверен, что среди южан есть совершенно нонконформисты такие. Кстати говоря, про немецких нонконформистов тоже отдельная тема, но сейчас... Мы поговорим, да, там же их маевки, это святое дело. Дисклеймер сразу. Все, что я сейчас говорю, это вот некий личный опыт, выкристаллизовавшийся за последние, там, 10 лет моего общения, с великой немецкой нацией. Благо, что не римская империя. Но ты идешь строго по ТЗ, которое нам прислали сверху, то есть нам же есть пункты, где нам надо обосрать Германию, ты как раз по этим пунктам сейчас идешь, ты же подписывал этот документ, я обижусь. Естественно. Облить грязью святую, святую Пруссию. В концентрации известной субстанции не меньше там... Да-да-да-да-да, до 87% от позитивного взгляда. Именно так. Да нет у меня никакого негативного взгляда на Германию, но есть разочарование. Здесь должен честно сказать, есть немцы, которые еще захвачены абентоэрлустом, то есть таким, как это называется, желанием, жаждой приключений. Вот эти самые немцы-приключенцы, они похожи на хипареи 70-х, они все эко, био, анти, все вот это вот, максимальный накал вот этих вещей. И я как-то попал тоже в течение своего путешествия в один прям такой хостел. Вот хостел, хостел, хостел. Хостелы, насколько я знаю, они же тоже зародились опять же в Германии. И одна из первых сетов хостелов, который зародился, мне туда довелось попасть. Там две розетки на номер для шести человек. Видимо, делалось это тогда, когда еще розетки никому не были нужны, потому что он был старый достаточно. Но в номере из шести человек мы жили вдвоем. И там как раз был этот самый эко, био, нон-конформист. Был октябрь, он сушил свои носки на форточке. Причем октябрь в той части Германии, это был север Германии, три часа от Берлина кверху, собственно, на север. Он сушил свои носки на форточке. Я вежливо попросил его убрать носки, чтобы мы закрыли окно, чтобы не было холодно. Он сделал, да-да-да, сейчас я все уберу, сел есть свою сыроедческую еду. Я закрыл форточку, лег спать, наутро просыпаюсь, его носки в инее покрытые, висят на той же самой форточке. А у него между окнами, опять, старые двухслойные окна, у него между этими окнами лежит кукуруза. О пожирателях ТОФУ, к слову, таких очень много. Это вот те, которые нон-конформисты, они примерно выглядят так. Они же, ну, то есть там нормальная традиция на 1 мая пойти там с полицией зарубиться. Очень протестные настроения велики, очень протестные настроения нарастают, особенно на севере Германии, должен заметить, что у нас такого даже нет. А вот Берлин, даже в большей степени Гамбург, вот впервые побывал в 2018 году, стены пестрят левыми лозунгами, стены пестрят разными призывами к справедливости. Например, на заброшенном доме был лозунг «Звезда в середине», одна строчка «Отдайте дома тем, внизу, кому они реально нужны», на заброшенном доме. И очень много, ну, если не гербов Советского Союза, то какой-то вот левой символики, призывов к, опять же, перераспределению ресурсов справедливых, честно говоря, меня впечатлило. Даже в Берлине, я видал. В Берлине, да. В Берлине оно присутствует, но в Гамбурге гораздо больше степени. Там прям фасады покрыты вот этими вещами, вот этими лозунгами. Меня впечатлило. У нас такого до сих пор еще нет. Видимо, не прочувствовали мы всю радость и счастье капитализма. Как там это было? Капитализм, счастье. Отлично. Восхитительно. Вот. У нас пока на Ютьюбах все страсти кипят. Да, я, к сожалению, меня занесло в эту среду тут ненадолго, опять-таки, к счастью. Вот. Но, да, я спрашиваю, ну, там Навальный и прочие идут там гасить власть, а вы-то-то что? А мы вот ролик снимаем. Я говорю, ну, снимайте. Дальше. Хорошо. Значит, поговорили про нонконформизм и прочее. Помимо дедушек ведь еще все-таки другие? Ведь немцы приезжают в Петербург. Приезжают. Восхитительные немцы приезжают порой в Петербург. С ними очень интересно работать. Как публика они достаточно требовательные. Среди эгидских кругов ходит такая полушутка-полубайка, что американцы приезжают показать себя, итальянцы приезжают порадоваться жизни, а немцы приезжают проверить знания гида. Поэтому очень часто встречается такая картина, когда бабушка какая-нибудь на Стрелке Васильевского острова. Это первый фотостоп у нас обычно в программе, когда выезжаешь из порта. Стрелка Васильевского острова подбегает, находчивый перенек в ушанке с стопкой вот таких вот этих самых книжек на разных языках. За какие-нибудь баснословные 10 евро продает, всучивает эту книжку бабушке. Она ее, естественно, распаковывает. И когда мы подъезжаем к Спасу на крови, она говорит, «Извините, пожалуйста, у меня к вам вопрос. А почему вы говорите, что 7 тысяч квадратных метров мозаики на Спасе на крови, а тут написано 14 или там 5?» Ну, неважно. И ты начинаешь уже в который раз объяснять, бабуля, милая, то, что вы купили. Это вот старое издание, как бы, это не соответствует действительности, и многие цифры там непроверенные. Поэтому, ну, вы уж смиритесь как-нибудь. Вот слушайте то, что я говорю вам. Ну, естественно, они таким образом теряют весь интерес к рассказу. Веру, веру в себя. Потому что бумага, конечно же, вернее. То, что написано пером, не вырубишь топором. В это у них тоже есть святая вера. Немцы и цифры – это тоже святое. Немцы и цифры неразлива. Очень любят спрашивать, сколько чего весить, сколько чего, высоту, длину и так далее. И попробуешь и пить. Да, приходится их забрасывать. Иначе теряешь авторитет в их глазах, и все. После этого экскурсия идет в совершенно не том направлении, в котором она идти должна. К сожалению, так это работает. Нужно здесь что сказать? Немцы, как туристы, они ведь не самые, скажем так, они не самая желанная публика, если сравнивать, например, я много общаюсь с коллегами, если сравнивать с туристами из других стран, с более южных стран, то вот как мне рассказывают, например, коллеги, которые работают с итальянцами. Ты их встречаешь, говоришь им «бонджорно, сеньори» или там «сеньори», если это женская группа, правильно же говорю, правильно. И они тебя сразу готовы просто расцеловать, с руками и ногами тебя увезти в Италию, просто потому что ты знаешь хоть что-то об их культуре, об их языке, у них такой восторг. Когда ты говоришь немцам «гутен таг, мэн дам нерен», они слушают еще 15 минут, пытаются понять, так, 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 они не катали в мешке, нам подсунули, а за наши там условные 100 евро в день, а вот того ли нам человека дали, да? И дальше начинается вот этот момент, когда нужно отработать на все деньги, иначе пойдут, полетят рекламации. Опять, если у кого-то из коллег не прилетает одной рекламации в СИЗО… Нужно пояснить, что такое рекламация. Да, рекламация. Это когда ты отработал, например, группу, провел с ними три восхитительных дня, тебе написали там благодарственное письмо, сказали «Господи, Габриэль, как ты восхитительно все сделал, ты вообще ну просто будешь в наших краях, заезжай». А потом тебе прилетает через неделю от турфирмы сообщение, типа «на тебя написали жалобу», это как раз рекламация. И в этой жалобе там, например, был у меня такой случай, я вез уже трансфер до аэропорта из отеля, и у водителя на заднем сидении была канистра. Просто канистра, неизвестно с чем. Они меня, естественно, спросили, а что это за канистра такая? Я спросил у водителя, а что это за канистра такая? Он говорит, а, слушай, я не должен вам ничего. Вот, бывают такие товарищи. Мы доехали с этой канистрой до аэропорта, все хорошо, в Пулково я их оставил, так же пожали руте, все замечательно. Ну и потом мне прилетает жалоба. Значит, гид подставил под угрозу все наши 15 драгоценных жизней, ничего не предпринял по поводу этой страшной канистры с ужасным бензином, с тринитротулуолом внутри. Если бы мы, там прям буквальный перевод, столкнулись бы мы с какой-нибудь другой машиной или кочкой, мы бы все взлетели на воздух. Значит, требуем компенсации за то, что причиненный моральный и, естественно, неслушившийся физический ущерб. Вот такие истории бывают. После я с этой фирмой не работал. Замечательно. А какие еще вот тебе вот самые прекрасные вопросы от немецких туристов тебе доводилось слушать? Кроме вопросов... На самом деле много бывает прекрасных вопросов. Я даже расскажу про... Немножко отойдем от темы. Расскажу про недавний вопрос, который мне прилетел от американки. Все знают, на Болговещенском мосту есть такие узоры с полуконями, полурусалками. Ну, в общем, кони с хвостом. Они у нас как называются? Они у нас называются гиппокампами или гиппокампусами. Вот эти самые гиппокампусы. Она меня спросила... Я был в Эрмитаже, я был уже после 8 часов работы. И я как-то растерялся, потому что их зовут гиппокампусы почему-то. И когда я ей отвечал на этот вопрос, она меня спросила... What's this? Like, it's a... Yeah, it's a monster or dragon horse. Я такой... It's a hippo. Сделал паузу. Can't? Can't. Can't. Делать тут надо... После этого она оскорбилась, конечно же. Я думаю, что это будет шутка для тех, кто немножечко понимает. Я думаю, что все-таки... Дело в том, что can't по-английски обозначает бледище. Ну, в общем, это было как-то связано с гиппопотамом и как-то связано с его какими-то анатомическими деталями. Есть другая замечательная история про... Ну, это классика тоже гидская. Про петуха в Эрмитаже, ты знаешь? Там, где часы вот эти. Да-да-да-да. Там же сначала павлин, а там потом появляется петух. Кок. Начинает кричать. И там одна девушка говорила «кок». Да, вместо русской она говорила «кок». Ну, есть еще «кокрол», конечно, как вариант. «кок» и который еще потом он «on the rise». Конечно, «on the rise». «The rise of the cock». «The rise of the cock». Тут у нас есть еще в русском музее фигурочка этого... «Петушок-грабитель» он называется. Да, он называется... Прямо на шильдике написано «кокроббер». То есть похититель известно чего. «Кокроббер». Много прекрасных таких вещей случается с нами. Да, вопросы немцев. Вопросы немцев. Какая погода? Ну, здесь все стандартно. Говоришь, что минус 15 ветер, они говорят «минус 15, ужасно». Нет, все. Есть такая история, я уж не знаю, насколько она легитимна. Об этом можно говорить и нужно говорить. Да. Вопросы от немцев, которые мне поступали. Ну, естественно, классика жанра, когда тебя спрашивают, а как ты относишься к вашему бессменному лидеру, ты говоришь «ну, вот моя позиция такова, что у нас есть наш бессменный лидер и лучшие альтернативы, пока наше государство выработать не смогло». Как бы эта фраза такая достаточно обтекаемая, она никого не должна обидеть, я надеюсь, в том числе и немецких туристов. А потом, когда они тоже уже изрядно надегустируются, они подходят, как правило, кучкой и прикрывая рот рукой. «А как ты на самом деле относишься к Путину?» Вот. Тут ожидаемо, что я как бы закрою рукой жучок и скажу «заберите меня отсюда, помогите». Вот. Такого, естественно, такого не случается. Удивительно, да? И в конечном итоге они уходят совершенно разочарованными. Ну, это касается не только немецких туристов. Где же шпионские истории? Где же челок? Часть американских туристов тоже этим страдает. Тайрон Путин. Самое интересное, что немцы при всей их сложности в туристическом обращении, ну, при всех их особенностях, которые мы постарались осветить, они великолепны в работе. И вот сколько я не общался с людьми, которые водят людей, работают с людьми другой национальности, там, например, из других европейских стран, я сталкиваюсь со следующим. Говорят, что итальянцы, или там, например, бразильцы, или там… Не дай бог китайцы, не дай бог. Это отдельная вещь, это совершенно отдельный мир, туда даже нос не стоит совать, это очень опасно. Вот. Можно окосеть от того, что там произошло. Как назывался первый замечательный фильм «Монти Пайтон» и «Нао» для чего-то совершенно другого. В общем, да, там абсолютно другое. Так вот, эти самые более южные европейцы, они прекрасные туристы, но при этом, когда ты начинаешь с ними работать, например, приезжаешь туда на командировку или на учебу, ты сталкиваешься с ужасной, ужасной неорганизованностью. Поезда опаздывают на… Кстати, ну, про поезда, про немецкие, нужно сказать, что поезда немецкие абсолютно не немецкие, с ними случается ровно то же самое, потому что они на какую-то весомую часть частные. Немецкие поезда опаздывают ужасно. Кто-то, если ездил железной дорогой в Германию, не даст соврать. Я рассказывал о одном из выпусков, потому что мне об этом рассказала… Я ехал, встретил зрительницу своего канала в автобусе в аэропорт. У меня чуваки, которые со мной уехали, они сказали, сколько ты ей заплатил, чтобы она сказала, что она тебя смотрит. Вот она мне рассказала, что да, поезда опаздывают. Для меня это было открытием, потому что я, скажу честно, я по Германии не путешествовал, потому что, ну, вообще не моя страна. Ну, то есть вообще ни разу. Поезда опаздывают, все остальное пунктуально, как по часам. Люди приходят за одну минуту, открывают дверь и такой, простите, пожалуйста, я опоздал. Это типичная ситуация. То есть пунктуальность, она действительно свойственная, она действительно считается правилом хорошего тона. И при всей их неудобности как туристов, при всей их некой въедливости, такой дотошности, они как коллеги восхитительны. То есть ты приезжаешь, если тебя ждут в Германии, если вот ты едешь учиться, например, такое у меня было, если ты едешь там, ну, в некоторой степени поработать, то ты знаешь, с кем ты общаешься, люди вокруг тебя так или иначе соприкасались с русской культурой, они знают, с кем имеют дело, у них не возникает ощущения культурного шока, и поэтому с ними общаться в работе очень приятно. Они обязательные люди, они люди, которые сделают все по максимуму, они всегда работают на результат. В отличие от большинства более южных европейцев, которые в рабочих моментах проявляют абсолютную неорганизованность, опять же. И вот это, наверное, основная особенность в работе с немцами, когда ты приезжаешь туда, у тебя культурный шок от того, насколько все собрано, насколько все чинно и мирно. Но, опять же, это обусловлено очень многими вещами. Штрафы у них там серьезные, намного больше, чем у нас. Когда я катался на велосипеде... И эти штрафы серьезные, в смысле, не ты как, у нас там прилетает, там нарушение скорости, ну, там, 500 рублей ты 250 заплатил, потому что можно... Ну, и едешь дальше, прилетят еще, и вот. А там, соответственно, раз штраф, два штрафа, извините. Там все очень сильно строго, но я думаю, что это, опять же, не будет сюрпризом для аудитории, что Германия строгая страна. Опять же, когда я перемещался там на двух колесах, я замечал этот момент, что все ездят строго по правилам. Ездить гораздо приятнее даже в относительно большом городе, таком как Гамбург, например, 3 миллиона человек. Гораздо удобнее, гораздо комфортнее, чем в том же Санкт-Петербурге или, не дай боже, в Москве вообще поездить на велосипеде. Не приходится выбирать, куда тебе ехать. То есть, вот виляешь между пешеходами, между машинами, там все относительно этого организовано отлично. Есть даже специальные синенькие светофоры для велосипедов. Поэтому велосипед – это отличный способ передвижения по всей Германии. Ну и как вишенка на торте, что по поводу замечательных немецких женщин, которые прославили определенную направление кинематографа? Я ждал этого вопроса. А что ты хочешь? Потому что если я его не задам, то, естественно, в комментариях напишут об этом. Я просто предваряю этот вопрос от наших зрителей, которые тоже… Будет враньем сказать, что я не готовился к этому вопросу. Но я готовился к нему задолго до того, как мы запланировали снять вот это видео, потому что про немецких женщин спрашивают периодически. У меня есть ученики зимой, когда я не вожу экскурсии, приходится выживать. И один из родителей моей ученицы очень кратко и ёмко описал немецких женщин. Конечно, это обобщение. Простите, немецкие женщины. Но он сказал, «Да они же там крокодилицы!» Как ты там туда поедешь на три месяца, это ж вообще ты с ума сойдешь. Нужно сказать, что я знаю много красивых немецких женщин. Я знаю 10 немецких женщин. Это много. И среди них 9 имеют восточноевропейские корни. Вот как-то так вышло. Как-то раз я гулял в Париже по центру Пампиду. Я думаю, что, Павел, не будет небезызвестен тебе этот центр. Я туда все время завожу на последний этаж, показываю экскурсантам вид на Париж еще и оттуда. И там я один раз увидел замечательную надпись, написанную по-русски на стекле. То есть, понимаешь, на последний этаж, это Бабура называется у французов, и там написано. Это же... Русскому человеку это далеко. Центр современного... Ну, это современное искусство отчасти. Да, да, да. В общем-то, все инсталяется. Центр Пампиду. Иду по центру Пампиду, практически стихами разговариваю, и вижу очень красивую девушку. Вот прям настолько красивую, что я еще не слышу ее, еще не знаю, откуда она. Я просто стал приглядываться, бродя по залам, и прислушавшись, услышал, что она с друзьями на немецком говорит. Ну, естественно, я не мог не подойти. Я подошел, даже сфоткал ее, сказал, «Боже мой, ты мне так напоминаешь одну мою знакомую из России». Она сказала, «Да, это потому, что у меня мама белорусская». Или там, не белорусская. Ну, в общем, что-то из нашего уже ареала. И, в общем и целом, это та закономерность, которая очень на широкой выборке из десяти красивых женщин десять, девять, девять оказались с восточноевропейскими корнями. Да, немки красивые, немки ухоженные, немки подтянутые, немки все эко-френдли, био обязательно там как-то продвинутые. Био, био-вело. Био-вело. То есть они обязательно все очень следят за своим телом, за своим внешним видом, но не красятся. То есть они за естественную красоту. И очень часто можно немку отличить по там, ветровке Коламбия, юбке на десять лосин, велосипедном шлеме обязательно, очочках. И вот таким образом, с каким-нибудь шопером за плечом, она ездит в университет с полуторалитровой бутылкой воды, естественно, и там она изучает какие-нибудь там биоразлагаемые вещества. Восхитительные немки в этом плане. Они прежде всего интересные собеседники. То есть немки красивы, как собеседники. С ними интересно общаться, с ними интересно проводить долгие зимние вечера у камина, говоря о том, как портит окружающей среде современная индустрия. Если ты заговоришь об этом в кругу немцев, то ты сразу будешь внесен на руках в зал почета, в зал славы. И, о боже мой, он экофрендли. Мы давайте поставим ему памятник. Как-то так это обстоит в Германии. Но, честно сказать, я буду откровенен, никаких дальнейших сближений с немецкими женщинами у меня не происходило. У меня было две очень красивых туристки. Немки из Берлина. Они попали у меня на так называемый алкотур. Есть у нас такое. Когда ты водишь по разным местам, показываешь им разные русские прелести кулинарного искусства. И на этом туре, ну, в общем, естественно, они весьма надегустировались. После этого у нас пошли разговоры за политику. Мы начали обсуждать Ленина. Они говорят, господи, да мы сами вообще левее всех левых. Мы сами там вообще хотим, чтобы в мире победил пролетариат. Несмотря на то, что мы как бы из достаточно привилегированного слоя общества. Вот. Они были очень красивые. Они обещали мне написать сразу по приезде обратно в Берлин. Но здесь я должен занять позицию тех, кто говорит, что немцы – это двуличные крысы. И вообще с ними невозможно. Они написали, конечно же. Очень-очень обидно. Дорогие, уважаемые немки, если вы меня смотрите сейчас, да. Сделаем немецкие субтитры, конечно же, чтобы им совсем добить их уже. Вот. Напишите мне, пожалуйста. Вот. Я вас помню. Габриэль страдает. Сердце. Сердце. Да. Это тот дегустационный тур, который раскрыл ваши души. Красное мое сердце с левой, с левой, не с правой стороны страдает от такой несправедливости. Ну ладно, спасибо за этот увлекательнейший и прикольнейший рассказ. Надеюсь, ты будешь помогать мне дальше делать субтитры. С удовольствием. Надеюсь, что и встречаемся не в последний раз. Есть что рассказать. Хочу зазвать тебя в наш лекторий выступить. Да, сейчас придет холод наш, всех загонят в помещение. Жуткий медвежий холод, от которого все немцы дохнут, а итальянцы моментально превращаются вообще в сосульки. Я хочу, ну раз уж мы загорели про экскурсионную тему, хочу напомнить, что у меня-то, в общем-то, экскурсии идут во всю Прыть, и в Питере, и в Москве. То есть, как-то даже устаканилось в Питере, там где-то примерно среда, воскресенье, Москва, пятница, суббота. Но могут быть изменения, там, следите за анонсами. Они есть у меня, соответственно, на сайте, ВКонтакте и даже в Инстаграме я их теперь анонсирую. Вспомнил, что я 8 лет проработал руководителем отдела СММ и подумал, а что бы не начать делать сторис. В Инстаграме. Между прочим, очень хорошо работает. Кстати, я думаю, что будет иметь смысл оставить ссылки на моей соцсети ниже, чтобы все замечания, предложения, гнилые овощи прилетали мне прямо за субтитры. К сожалению, прилетит где-то процента 2, остальное будет вывешиваться в комментарии. Степень смелости, она растворяется по мере приближения к человеку. И я буду ждать. Мне очень важно слышать фидбэк от людей, которые смыслят в этом и понимают все эксперты. Несколько больше, чем ты. Да, естественно, намного больше. Да, намного больше. Да, и коли уж мы говорим про Берлин, то вот у меня будет как раз эксперимент. Я везу две группы в конце октября и в конце ноября. Это будут мои авторские совершенно туры. То есть они будут, ну там будет и часть, конечно, тех вещей, которые надо показывать в Берлине, а часть, наверное, может, которых и не надо показывать. Берлин прекрасный город. Это надо посетить. И лучше возможности, чем с Павлом, я думаю, что ни у кого просто. Все, с меня пять косарей, с меня все нормально. Да, значит, ну и о Париж конце января. Вот уже точно набралась группа. Еще есть места, присоединяйтесь. Там уже вообще все опробировано. Это будет мой шестой тур, как бы. Вот, я туда уже как домой езжу, уже знаю, куда я пойду. В бассейн потом, куда я пойду. На турник потом, где с великом буду, где я без велика буду. Ну и также вы можете присоединяться к экскурсиям уже здесь у нас, в Матушке России. Вот в пятницу мы гуляем в Москве. Это будет вторая часть экскурсии по Красной Пресне. В данном случае я буду фокусироваться именно уже на восстании 1905 года. Покажу места, где это все происходило. Только с другой стороны, с улицы 1905 года. В субботу у нас будет экскурсия по Старой Басманной. Там и про Лермонтова, и про Чаадаева, и про Софью Любовну Перовскую, и даже про Маяковского, про Красные Ворота и все остальное. В воскресенье в Петербурге очень необычная экскурсия от гостинки до опрашки. Про торговлю и днища нашей северной столицы. 4 октября у меня лекция в Нижнем Новгороде про Бетанкура. А на следующих выходных экскурсии будут только в Москве. 5 октября дворы Голдерейки и закопанные дома. Мы будем гулять в районе Покровки. 6 октября мы гуляем по Большой Ордынке. Я там расскажу про террористку Беневскую, как она доползла раненая до больницы. Про Павла Третьякова, про Ахматову, про великую княгиню Елизавету Федоровну и про ее обитель, который строил автор Мавзолея Щусев. Еще хочу сказать, что на канале компании «Северный город» вышел мой ролик про Матильду Кшесинскую и самое главное про ее особняк. Про все, что с этим связано. Про дедушку Ленина, который с балкона этого особняка вещал в народные массы. Ссылку на этот ролик вы можете найти точно так же в описании под этим видео. Так что все есть в описании под этим выпуском. Оставляйте ваши комментарии бесценные и интересные, безусловно. Увидимся. Пока. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»